Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по игре Бройда. Трэго. А мне семечек. А мне. Сейчас я скажу точно, какой номер у нас склада. Пусто? Ебать, чувак. Вон, смотри видеокарты. Может электроинструмент дорогой быть. Я с вот этого уже поражен. Золото как будто. Слышишь? Я увидел там пробу, я просто ошалел. Да мы уже в окупе, я в шоке. Там компьютер. Вот это возможно, это тот самый игровой компьютер. И вообще, запустится ли он? Она новая. Это в сюрприз бокс положу. В Даркнете, видимо, только продается. Там коробка телефонов. Профессиональный. Скорее всего, самое дорогое, что здесь есть, это майнинг ферма. Вдруг хотя бы один биткоин. У меня мозг взрывается от того, вот насколько тут всего дофига ценного. И давай начнем их с самого дорогого. У-ху-ху, чувак. Второй лист. Третий лист. Ребят, это обалденно. Ребят, всем здравствуйте. С вами расхититель мусорных баков. У моего знакомого блогера есть склад, который он набил своими вещами после переезда. Он переехал за границу. Возвращаться он не планирует, поэтому он мне написал. Буквально вчера я купил за 70 тысяч рублей склад с неизвестно чем. И сейчас мы туда поедем доставать все содержимое этого склада. И я надеюсь, у меня выйдет окупиться. Ребят, вы по-любому этого блогера знаете. По ходу видоса пишите в комментариях, у какого видеоблогера я купил этот склад. Ты уверен, что там вообще что-то есть? Я не уверен, чувак. Он мог меня кинуть вообще легко, потому что он уже переехал, ему бояться нечего. Ну а вы держите за нас кулачки, ставьте лайк на это видео. Ну а мы собираемся и выезжаем. Едем, едем. Да? Едем, едем, да? Ребята, мы приехали. Мне написали, короче, по смс-ке, примерный адрес. Я так понимаю, это вот это и вот ворота зеленые мне сказали. Сейчас мой номер телефона добавили в базу. По моему звонку вот эти ворота должны открыться. Вот, вот что мне пишут. Так, там будет зеленый забор, сдвижившиеся ворота. Они откроются по телефону. Твой номер в список добавили, звонить именно с него нужно. Пользователь занят. Что? Пользователь занят и сбросилась. Ворота закрыты, чувак. Нас кинули? Оно откроется, может, не сразу, пожди. А может, мы вообще не туда приехали? Да сюда вроде. Может, другие ворота? Не, вроде вон они, склады, я их вижу. Точно? Да, да. Вон они там, вдали. Вон, белая, видишь, вон белая. Давай карта. Твой номер в список добавили, звонить именно с него нужно. Давай еще раз позвоню. Может, мой второй номер добавили? А ты его давал им? Я не помню, какой я давал вообще. Жесть, меня уже трусит чуть-чуть. А ну. Давай, 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 давай. Так, попытка номер три. Звоню. Давай, я тебя прошу, я тебя умоляю, открывай. Да. Быстрее, чувак, быстрее. Все, мужики, включайте музон. Мы заходим. Все, мы на территории. Прикинь, мы сейчас склад найдем, а у нас ключ к нему не подойдет. Вообще, люди прикольные такой, бизнес клизмы придумали. Склады у себя на участке поставили, люди чисто приезжают, вещи хранят. Камера наблюдения есть. Сейчас я скажу точно, какой номер у нас склада. 7.7. 7.7. 5, 6. Вот, 7. 7. 5, 6, 7. Вот он наш склад. Тук-тук. Есть ли там окуп? По предварительной информации, мне сказали, что в этом складе есть игровой компьютер и майнинг-ферма. На каких видеокартах майнинг-ферма, я не знаю. Какие характеристики у игрового компьютера, я не знаю. Это его бывший основной компьютер. Итак, пытаюсь открыть дверь. О, чувак, замок подошел, это уже хорошо. Он открыл. На два оборота открылся. Давай, чувак. В Питере один раз я попытался такое снять. Мы выкупили гараж, но он оказался вообще пустым. Но, тем не менее, спасибо, что вы посмотрели этот ролик еще с Питера. Кто не видел этот ролик, посмотрите, будет он в описании. Пожалуйста. 70 тысяч, чувак. Пусто? Ебать, чувак, ни хереной, все там чемоданы. Смотри, все в коробочках. Аэрокул, коробка, касторама, смотри, шмотки. Пес тут вещей, чувак. Мы точно окупимся. По-любому. Сразу, ребят, вон майнинг-ферма в углу. Я вижу там топовые видюхи. Ну вот приблизительная сумма окупа какая у нас будет? Я думаю, тысяч пятьдесят. Может, чуть больше. Может, и больше. Видеокарточки там, возможно, RTX. А возможно, еще и рабочие. Но это не точно. Все, у меня трубы горят, я думаю, пора приступать потихонечку. Да, я еще достану один саквояж. Когда мы начали эти чемоданы открывать, ну, что-то в виде техники я там не ожидал увидеть. Но я думал, что там шмотки будут. По факту, там они и были. О нет, это сапоги и шлепетки. Да нифига себе, они модные шлепетки. Это, кстати, боксики тоже прикольные. Это тема. Это себе я оставлю в гараже, всякую мелочевку хранить. Да, запаковывай. Тут ничего интересного и дорогостоящего техники нет. А у тебя что? А у меня? Подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Нет, это шмотки. Не, ну, а что? Что бы вы хотели увидеть там еще? Конечно, шмотки. Что там может еще быть? Это же чемоданы. Вот эта вещь топовая. Это, короче, коляска. Вроде бы в Икеа такие продавали. Либо в Леруа Мерлен. Я думаю, рублей, наверное, за 900 точно ее купят. Тут может ноут быть. Стоп, там что-то есть. Фотобумага. Фотобумага глянцевая. Значок Ленина. Ух ты, тепловентилятор с компьютерным кулером. Да, вентилятор. Зануси. Ну, продать его тоже где-то за тысячу можно. Смотри, какой свитерок. Ребят, напоминаю, пишите в комментариях, чей склад я купил. Может быть, по вещам вы угадаете. Либо по каким-то другим признакам. Какого блогера это склад. В этой коробке тысяча две рублей лежит. Тут пылесос. Вау, обалденный. Мне как раз такой надо домой. Когда я увидел беспроводной пылесос, у меня появилось сразу непреодолимое желание проверить его всасывающую силу. Потому что выглядит он очень мощным. И стоит, наверное, соответствующе. Ему надо, наверное, вот эту штуку. Не, он уже сел от времени. Да, его зарядить, походу, надо. Ай, Диме, только дай проверить всасывающую силу вот этого пылесоса. А блока питания-то на складе не было. А у меня только, блин, в подвале коробка с этими блоками. Придется лезть в подвал. А он такой темный, страшный. Еще и под землей. Капец, тут еще высота. Да, такая огромная лестница нет. Ой, капец, страшно. Ай-яй. Ай, нога. Да, ребят, это капец было рискованно, жесть. Мне так было страшно. Но есть, ребята, намного рискованнее, чем я, конечно. Всякие диггеры, руферы, у которых вообще нет никакого чувства самосохранения. Они вообще бесстрашные и ничего не боятся. Да, я понимаю, конечно, что это все хобби для тех, кто хочет экстрима. Но, ребят, сто раз подумайте, прежде чем таким заниматься, потому что жизнь всего лишь одна. И даже то, как я сейчас рискнул, это вообще может того не стоить. Я мог бы сейчас ногу сломать. После того, как я посмотрел фильм «Экскурсия на тот свет от линзы», я понял, что большинство людей даже не осознает, на какие риски они готовы пойти ради экстрима. И к чему всего лишь одна прогулка под землей может привести. Посмотрите, ребят, этот фильм и не пожалеете. И потом напишите, как вам, зашло или нет. Ссылку на этот фильм я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Это пылесос G80. iLeaf бренд, ребят. От него полный комплект насадок. Такой может стоить тысяч десять. У меня есть чувство, что это лазерный уровень. Если он там, это три тысячи примерно. Охренеть, реально. Он работает. Он рабочий? Да. Очень полезная вещь. Это, ребят, тысячи три рублей. Смотри, тут еще это все саморезы, молоток. Вон, смотри, молоток для плитки. Уровень. Ребят, по предварительной оценке, все, что в этих коробках, по шмоткам, по обуви, это уже можно оценить в тысяч пятнадцать. Давай, по боксику открываем. Давай, раз, два, поехали. О, да, вот это штука. Виброрезак? Да. Кстати, смотри. Плоскогубцы новые, щетка. Корчетка. О, нихрена себе пила. Ножницы по металлу. Ой. Кулеточка. Смотри, для этого резака насадка. О, дырокол. Дырокол. Смазка. Чувак, да это все нам в гараже по хозяйству надо. Это в гараже пригодится. Это вообще, можно сказать, бесценно. Это бесценные вещи. Нет, вообще, вот это, наверное, тысяч пять стоит в магазине. А вот это вот деду надо. У нас в гараже есть. У нас маленького нет. А у нас большие, да? Анимешная какая-то фигурка. Чувак, она может столько стоить, аниме. И, ребят, посмотрите. Фанаты аниме есть? Пишите комментарии, сколько это может стоить. Обалдеть. Из какого аниме мультфильма вот эта фигурка? Ребят, я вообще за аниме не разбираюсь. Я не анимешник, но выглядит это дорого. Чувак. Это, 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 да, да, да. Кнопка, это кнопка какая-то. Я распечатал одну. Это знаешь что? Это, наверное, фоткать. Удаленная съемка, чтобы использовать. Там по инструкции картинка. Можно к телефону это подключать. Вот тут телефон. Смотрите, ребят, на картинке смартфон. Это по блютузу к ней подключаешься. Короче, это блютуз-кнопка для спуска затвора камеры. Прикольная вещь. Говорю сразу, ребят, вся техника, какие-то топовые вещи. Вот эта фигурка, скорее всего, анимешная. Это все пойдет в сюрприз-боксы, которые можно купить в моей группе ВК по ссылке в описании. Обогреватель, ребят, второй. Мы уже такой там подобный видели в коробке. Это уже второй. Такой обогреватель тысячи две с половиной, три новый стоит. Аэрокул, коробка от блока питания на 500 ватт. И она тяжелая. Нет. Там какие-то болты, шурупы может. Давай смотреть. Давай, давай, давай. Чувак, жесткий диск. Чувак. Чувак. Мелочь. Деньги, деньги. Монеты разные. Жетон питерского метрополитена. 10 рублей, различные тут монеты. Да ты не удивляйся этой мелочи, смотри. Тут какой-то, какая-то цепь. Чувак, золотые часы. Золото как будто. Слышишь? А? Эти часы, они просто, я не знаю, как будто у 50 цента их забрали. Они как в бриллиантах все. Я подумал, вдруг это роликсы за 10 миллионов. Что ты кинул? Нет. Без проблем, конечно. Оно могло быть роликсами, но нет. Это оказалась китайская биба. Чувак, нет. Это Алиэкспресс. Но очень красивый. Дорого и богато. Что, может рэп зачитать? Буду использовать как реквизит для съемок. Буду снимать рэп-клипы. Нормально. Жесткий диск на 500 гиг, смотри. Цена ок, 500 гигабайт. Блять, золотые коронки походу. Это в зубы вставлять. Это что, склад цыгана какого-то? Ух ты. А что ты эту цепь, смотри какая цепь. Мне вот эта больше зашла. Вот эта больше похожа. Блин, ни хрена она похожа на золото. Вы посмотрите. Вот это больше всего из тех цепей, которые похожи на золото. А пробы нет, ты уверен? Дай я посмотрю внимательно. Чувак, вот же проба. Я увидел там пробу. Я просто ошалел, потому что она цвета золотого. Ребят, вот это очень похоже на золото. Тут проба есть. Это может стоить миллион рублей. Это может стоить 2 миллиона рублей. Это очень дорого может стоить. Чувак, одевай на себя, чтобы не потерять. Так она тяжеленная. Чувак, если это золото, там грамм 200 этого золота. Ребят, зацените коробка от GeForce RTX 2060. Я буду в шоке, если эта видеокарта где-то там лежит в коробке. Ни хрена себе аудиосистема какая. Logitech. Ребят, Logitech. Переходник, штекер. Вон, все. Бесперебойник. Чувак, он может стоить тысяч пять. Это APC, дорогая фирма, американская вроде бы. Смотри, тут какая-то пломба. Он может тысяч пять стоить. Вот эти колонки тысяч десять. Да мы уже в окупе. Я в шоке. Эту коробку можно уже оценить предварительно. Тысяч на двадцать. Там компьютер? Ммм, да. Там что-то есть. Ребят, это коробка Aerocool от корпуса для компьютера. Вот это, возможно, это тот самый игровой компьютер. А может еще один там есть. Что-то похоже на... О, там провода все. Чувак, это в сборе комп. Ты посмотри на карту. Там карта какая-то топовая. RTX, чувак. Чувак. Я никак не ожидал увидеть там видюху RTX. Почему-то с самого начала я думал, что это какой-то древний на 775 сокете игровой компьютер. Либо там на каком-то Intel второго поколения. Но, ребят, видюха в игровом компе серии RTX, это супер круто. Чувак, это уже окуп. Этот комп может стоить тысяч сто пятьдесят. Ребят, у меня теперь появился еще один компьютер. Вообще, моя цель у меня есть. И компьютер дома, все. Моя цель на этом всем заработать. В конце видео мы будем все считать по рыночным ценам на Авито, сколько это стоит. Что там такое? О! О! Чувак. Чувак. HyperX. Память. Оператива HyperX. Блок питания 500 ватт. Видюха RTX какая-то. Жесткий диск на терабайт. Смотри, он даже достается. Нихрена, барракуда. Барракуда. Чувак, этот комп точно стоит больше сотки. Я очень надеюсь, что этот компьютер работает, потому что по предварительному взгляду это топовое железо, либо среднего сегмента. И этот комп может стоить тысяч сто, может и даже сто пятьдесят. Все зависит от того, какая именно там видеокарта и какой там еще процессор. Мы это тоже не знаем. И вообще, запустится ли он? Потому что техника там может быть нерабочая. Чувак, там посмотри еще сколько всего. Ребят, это такой азарт. Я просто в шоке. Сзади меня еще куча коробок стоит. Но я сейчас уже осознаю то, что мы по-любому в окупе с этого бокса. У меня есть номер телефона хозяйки этих складов. У меня есть идея ей позвонить и узнать, может у них здесь есть какие-то заброшенные склады. И если это так, ставьте на это видео двадцать тысяч лайков и выходит следующая серия. Что в нем? Опа! А вот это мне для съемочки. Какая-то лампа. Кагуар, клавиатура! Чувак, она может тысячи три стоить. Она мембранка, но она очень прикольная мембранка. С подсветкой, видишь? По контуру тут подсветка. Кагуар, ребят, игровая клавиатура. Штатив для видеосъемок мне нужен. Чувак, тут коробка от видеокарты. Чувак. Ой, она села. Да, это она. Это электрическая мухобойка. Электромухобойка? Да. Видишь? Оно бьет током, ребята. Тут оно работает. Дай сюда, я проверю. Сейчас замкну ее. Ааа! Оно током бьет! Я тебе говорю, я током очень боюсь. Не надо. Да я на себе могу. Ребята, оно треснуло. Вы слышали? Это электрошокер по факту. Так, убери нафиг от этого подальше. Убери отсюда, говорю. Так, вот этот кейс какой-то. Смотри, электроинструмент. Leo Max, кстати, фирма. О, да. Электроотвертка. А что, работает? Чувак, она прям заряженная. Ну успех. Видеокарта на 6 гигов. GeForce GTX. Nvidia. Asus. Райзеры, райзеры. Это для майнинга. Коробка от материнской платы, кстати, неплохой. Хорошая. Это блендер кухонный, ребята. От него вот эта штука. Походу, он там есть. Чувак, это Браун. Это фирма Браун. Это блендер не дешевый. Он может тысяч пять стоить. Стой. Нет, вторая. Стой. G502? Че? Logitech G502. И там она, походу, есть. Проверка, проверка. Проверка, проверка. Все полностью работает. Диме. Да, да. Диме, ты тут? Это нам надо по помойкам лазить, переговариваться. Там где, типа, конкурент там на помойке аккуратно. Новая компьютерная мышка G1. А, нет. Logitech G502. Новая мышка. Ой-ой-ой. Это топовая игровая мышка, чувак. Я буду играть на ней. Она новая. Что будет дальше? HyperX наушники. Точно такие же наушники. Вот, я находил в помойке. Точно такие же. Они, кстати, полностью рабочие. Я в них уже поменял амброшюры. Вот, в идеальном состоянии. Ну, я вообще ожидал в этом складе увидеть что-то игровое. Какие-то игровые девайсы. Потому что, ну, склад видеоблогера. А не тысяч пять новые стоят. Это что, Samsung? С NFC. Чувак, подожди. Это Bluetooth-часы тоже новые. Абсолютно новые. Смотри. Чувак, они работают. Нихрена себе. Чувак, они тысяч пять стоят, наверное. Это в сюрприз бокс положу. Это микронаушники. На магнитах микронаушники. Это запрещенная вещь. Это запрещенная? Да, это запрещенка. Короче, это вещь скрытная. Такое в Даркнете, видимо, только продается. Убирай. Оно может тоже дорого стоить. Оно тяжелое. AirPods Pro, ребят. Они там? Блядь. Чувак, ну тут оригинальный кабель от AirPods. Вот этот кабель за тысячу рублей продать можно. Но я себе лучше оставлю. Фен Шоу Си. Он тысяч 10 стоит, наверное. Это Xiaomi? Он новый тоже, как будто он в идеальном состоянии. Робот-конструктор Leomax. Телефоны, ебать! Там коробка телефонов. Нихрена, какой смартфон. Смотри. Dexp, ребят, сенсорный тоже телефон. Вот такое. Все распространено. Какие-то платы. Ребят, Samsung древний, кнопочный. Я находил такое в помойке. Это увлажнитель воздуха. Прикольный. Он с подсветкой еще. Смотри, он новый вообще. Ребят, посмотрите. Какая штука прикольная. Ой, блядь. А вот это уже интимный уголок у нас. Смотри, Макс. О, you touch my tala-la. Турекс, смазочки. Гандончики. Резервуары. А лупа тут зачем? Мандавошек рассматривать. Мне кажется, смотреть на размер полового органа. Комплект оборудования для сварки. А, трубы. Трубы, говори. Чувак, это сварочный аппарат. Ребят, захватывает дух. Осталось немного коробок. Давайте уже их осмотрим. Ух ты. AirPods Pro вторые с проводом оригинальным. Это коробка от тех наушников, которые мы до этого тут нашли. Нет, тут всякая шляпа. Подожди, шляпа. Ростелеком роутер. Старый. Wi-Fi роутер, Ростелеком новый он. Sony колоночка. Колоночка. Оригинальная. Она рабочая. Чувак, Артем Лебедев. А. Это мерч Артема Лебедева, я так понимаю, блогера. Это его какая-то разветвитель, розетка. Нихрена себе. Артем Лебедев, привет. Один дома, умная розетка, которая по Wi-Fi будет подключаться и включать или выключать автоматически, когда захочешь. Голые женщины. Дай заценить. Оу, бейби. Чипо классик. Это АРТЭК типа, да? Антипотеряшка для ключей. Умные брелки. Самый быстрый способ найти вещи. Чувак, так это можно в мопед вставить? Да. Если его угонят, я его найду, отслежу просто по интернету. Это варган. Что такое варган? Такой музыкальный инструмент. А ну, поиграй. На таком варгане поиграешь, все зубы оставишь, короче, я понял. Кальян. Кальян в сборе полный. В полном комплекте. Ребят. Дорогой причем достаточно. Ой, он разобранный. Его на собрать, я так понимаю. Четыре тысячи оцениваем его где-то. Кальян топовый. Чувак, бытовая химия, целая коробка, но у него БОШ. И когда я взял руки и понял, что они тяжелые, я уже понимал, что это очень дорого стоит. Ведь инструмент БОШ считается одним из лучших и дорогих. Профессиональный. Чувак, это то, что нам надо. Это то, что нам надо в гараже, деду надо. Конечно. Такой шуруповер тысяч пятнадцать может стоить. Он БОШ профессиональный, ребят. Это тема. С аккумулятором вторым, с зарядкой, с коробкой. Чувак. Плачь. Мужики, с вас по лайку, это просто кайф. Это топ. Набор бит, сверел, фирмы БОШ. Все БОШевское. Смотри, коронки. Что там еще? Что там еще? Болгарка? Что это? Нет, нет, нет. Давайте, я не представить не могу, что это. Ебать. Нет, чувак. Это Китай, но все равно это нам надо. Все отвертки, все молотки, зажимы. Пару ключей разводной, закрывай эта тема. Это тысяч двадцать, чувак, стоило. Ребят, ну и самое, скорее всего, самое дорогое, что здесь есть, это майнинг ферма. Давайте ее смотрим. Ну, в моих представлениях там было десять видеокарт сорок девяносто. Представляете, да. Я вот такое себе представлял, да. Я, конечно, губу катану очень сильно. Но в целом, то, что мы получили, это все равно офигенно. Это по-любому окуп. RTX, блять. Чувак, это RTX, видеокарта. Вот вся серия видеокарт RTX, она по дефолту дорогая. Я, конечно, ожидал там увидеть RTX 4090, но в целом, то, что мы получили, это офигенно. Офигенно. Это может быть какая-нибудь 3080. А, вот, 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 вот. Она на пломбе. Она на пломбе. Ребят, на пломбе. Видите? Ребят, Кагуар блок питания в майнинг ферме, вот, топовый. Типичная майнинг ферма. Но карты там выглядят, ну, не очень дорого. Смотри, видюха одна RTX, вторая. Что это? GTX. GeForce GTX. И еще одна GTX. Ну, оказалось, три видюхи. Ну, все равно обалденно. Так, чувак, мы можем это сразу в розетку воткнуть и майнить биткоины. Это полностью собранная майнинг ферма. А ну, чувак. Полностью собранная майнинг ферма, которая может стоить 1100-150. Ну, а деревянный корпус фермы, это просто колхоз. Здесь три видеокарты, одна RTX и еще две GTX. Так там материнская плата, видно, недешевая стоит. Вот какое-то устройство в нее воткнуто. Интернет, приемник. А, это SSD. Стоп. Может, там битки есть? Прикинь. Ребят. А вдруг на нем пять биткоинов на этом SSD диске? Вдруг хотя бы один биткоин, но может быть на этом SSD диске, ребят. Вот SSD накопитель вставлен в майнинг ферму. На нем по-любому есть биткоины. А вдруг, вдруг просто не работает эта майнинг ферма. Вдруг она сгоревшая нафиг. Мы просто потеряем бабки. Я просто, ну, у меня мозг взрывается от того, вот насколько тут всего дофига ценного. Это все тут половина я себе оставлю, половина продам. Я на этом вообще колоссальные бабки заработаю. Короче, едем в гараж, считаем все, чтобы понять, сколько мы заработали в итоге с этого склада. Короче, ребят, мы в гараже. И прямо сейчас будем приступать к оценке всего того, что мы взяли в этом складе. И, конечно же, мы, ребят, сейчас узнаем, окупились ли мы вообще или нет. Погнали! Ну что, ребятушечки, погнали считать. Все, беру блокнот. И давай начнем из самого дорогого. Из вот этой мышки Logitech G502 новая. Стоит она новая 2700. Она новая, стоит 3800 рублей. Новая абсолютно, поэтому ее можно продать за 3500, не спеша, я думаю, она продастся. Эти часы стоят на Авито новые 1200 рублей, а они новые. Коробка от MacBook, такую за 1000 рублей можно продать. Погружной блендер Brown, спокойно можно продать за 2000. Ребят, вот этот фен, это фен от бренда Xiaomi. Ему цена на Авито средняя 1000 рублей. Вот этот Powerbank беспроводной магнитный, можно посчитать, я думаю, 500 рублей ему точно цена. 800 рублей оригинальный. Ее продать получится за 500 рублей. Вот этот Ryzen новый для видеокарты. 500 рублей нормальная цена, он новый. Им цена примерно 1500 рублей. Их продают на Авито по 1500 рублей. И это, я думаю, будет очень тяжело продать. Ну, посчитаем, 200 рублей вот эта вот электрическая мухобойка. Вот этот рабочий лазерный уровень можно продать на Авито за 1500 рублей. Вот эту кучку всякого разного инструмента. Тут степлер, шестигранники, ключ. Вот эти два фонарика я оцениваю в 500 рублей, грубо говоря. Ребят, вот этот паяльник для труб. Я, конечно, ожидал, что он будет стоить гораздо дороже. Но вместе с ним был вот этот чек. Если по чеку посмотреть, его покупали 949 рублей. Такой обогреватель можно продать смело за 800 рублей. Но их продают по 400 рублей на Авито. Это вообще такая биба. Они у себя в интернет-магазине, в телемагазине, точнее, своем, продают это задорого. Но по факту это никому не нужная хрень. 500 рублей за вот эту штуку, это нормальная цена. 200 рублей за вот этот фонарик я, в принципе, бы заплатил, если бы на Авито увидел. Вот этот увлажнитель воздуха, Arctic Air, на Авито продают их там новые по 800 рублей. Ну, давайте посчитаем. 500 рублей за вот этот увлажнитель воздуха. Итак, походу, одно из самых дорогих, что есть на этом столе, это вот этот вот пылесос. Ребят, я обалдел. На Авито зашел новый такой элифт, стоит 8500. А бэушные их продают по 3500, по 4500. Ну, короче, считаем. 3000 рублей вот этот пылесос. Ее можно смело продать на Авито за 500 рублей. Считаю это калькулятор. Давай, давай. Первая. Ух, эти петушечки. Вторая партия топовой техники с этого бокса у нас уже на столе. Мы, короче, проверили, они рабочие. Бэушные они стоят, ну, 2000 адекватная максимальная цена. Я думаю, даже это дешево, потому что это фирмовые от бренда Logitech. И тем более современные уже колонки, а не старого образца. Вот этот кальян, он в разобранном виде. Ну, его просто надо собрать. Вот тут от него все запчасти. И вся вот эта кальянная утварь. Оцениваем его в 3000 рублей. Набор китайских инструментов. Ну, ему цена на Авито рублей 800. Плюс он бэушный, он не новый. Такой новый 12500 стоит. Вот такой вот неплохой обогреватель. 800 рублей зимой продать по-любому получится. Интересная вот эта вот розетка от Артема Лебедева. Сейчас узнаем, сколько она стоит. 870 рублей такая новая розетка стоит Леруа Мерлен. Давай запишем 400 рублей за пол цены вообще. Но я ее в сюрприз бокс положу, если что, ищите там. Сетевой фильтр смело за 500 рублей получится продать. Вот эта вот электрорезка 1000 рублей. Ей адекватная цена. APC, бесперебойный блок питания для компьютера. За 1500 можно продать смело, потому что APC это дорогой бренд, американский. Wargun, какой-то инструмент. Он на заказ делан. Это не дешевая штука, он где-то 4-3 тысячи стоит. Оцениваем его в 3000. Он делается вручную. 1800, но ты не пиши 1800, потому что он же распечатанный. 1500 пишем. Давай 1000. 1000 рублей за бушный вот такой брелок. Может он и новый. Ну просто он распечатанный. Ну короче считаем 1000 рублей нормально. Далее ребят, вот это цыганский набор рэпера. Вот эта цепочка. Вот эти часики, кстати они новые. И вот такие часики. И поначалу я подумал, что это вообще бриллианты настоящие. Может это дорого. Но оказалось это шляпа с Алиэкспресса. Короче все вот это, плюс мешок с кольцами. Короче набор кого-то юного рэпера. Я оцениваю в 2000 рублей. Шуруповерт Бош, ребят. Такие на Авито стоят бушные по 5000. Набор сверел вот этих всех различных. Оцениваем в 2000 рублей. Ну что ребят, приступим к самому интересному. Самому дорогому, что было в этом складе. Это майнинг ферма и игровой компьютер. И чтобы это проверить, нам придется здраво заморочиться. Потому что компьютер нам будет подключить к монитору, клаве мышки и так далее. Мы решили, короче, не подключать эту майнинг ферму сразу в сеть. Потому что вдруг там что-то замкнет. Мы будем отсюда доставать видеокарты и вставлять уже в этот компьютер. И проверять их. Будет картинка, не будет. И если здесь все рабочее, то это будет просто боженька спасибо. Потому что у меня есть подозрение, что эта майнинг ферма дохлая. Какая-то сгоревшая. Ну и этот компьютер, возможно, тоже дохлый. Короче, сейчас мы это узнаем. Мы разобрали майнинг ферму. Вообще неплохая материнка. В нее можно видеокарту вставить и собрать полноценный компьютер. Блок питания Caguar TMX. На 700 ватт. На 700 ватт. Бронзовый сертификат. Этот блок питания модульный. Да, он модульный. В полном комплекте со всеми проводами. Такой блок питания можно продать смело за 2000 рублей. Intel Core i3-9100F. Стоит на Авито в среднем 4000 бушный. Ребят, я посмотрел. Вот эта материнская плата бушная. Стоит 3500 на Авито. Это минимальная цена. Обычно там перекупы по 6-5 тысячи эти материнки продают. Потому что это уже на DDR4 памяти материнка. Это башня-кулер для процессора. Бюджетный дипкул 500 рублей. Начинаем тестить видюхи, ребят. Вот эта видеокарта у нас GTX 1660 Ti. Итак, вставляем ее в эту плату и будем проверять. Есть ли картинка и вообще заработает ли вот эта материнка с процессором. Получилось. Чувак, кулера крутятся. Картинка была. Картинка есть. Ребята, обалдеть. Видюха работает. Процессор, материнка, все работает. А ну. Так, смотрите. Intel Core i3-9100F. 8 гиг у нас оперативки. А, 8? Эту планку оперативы можно за 1500 рублей продать. Люди много не ставят. Ребят, видюха, соответственно, тоже рабочая. Вторая видеокарта у нас на проверке. Гигабайт 1660. Ну, Ti или не Ti, непонятно, короче. Проверяем ее. Все, все, все. Это пакет. Я испугался. Я думал, сейчас она на воздух взлетит. Все рабочая. Рабочая. Смотри, картинка была. Все есть, все есть. Все работает, ребят. Грубаем. Вторая видеокарта от гигабайт рабочая. RTX 2060. Обалденно. Просто обалденно. Вот эту можно продать за 15 тысяч. Если это RTX 2060 запустится у нас. Ничего с ней не случится. Я переживаю. Все. Чувак, она, походу, тоже работает. Есть картинка? Есть. А, нет, смотри. Все есть. Видюха вот эта RTX 2060 рабочая. Это смело плюс 15 тысяч. Ребят, это обалденно. Чувак, я просто в шоке. Три видеокарты с майнинг фермой. Все рабочие. Все железо рабочее. Все железо рабочее. Ну и у нас самое дорогое. Это вот этот компьютер. Сейчас мы его будем проверять. А там какая-то большая карта RTX. Тут RTX тоже стоит видюшечка. Непонятно вообще какая. Сейчас мы это и узнаем, ребятки. Кнопочку. Включай. Чувак, он заработал? Нет, он не заработал. О, пошел. Нет. Чувак, неужели он сгоревший? Ты думаешь, проблема в оперативке? Ну, если он так тупит, то да. С одной запустим, конечно же. И вот так делаем. Ребят, пробуем запустить с одной оперативкой. Ой, что это он зашел? Это кулер. Все заработало. Чувак, реально. А изображения-то у нас нету. Есть! О, есть! У-ху-ху, чувак! Ебать, рабочий комп. Так он что, сейчас с виндой прям? Винда пошла. Так ты прикинь, сколько на нем данных, паролей там и так далее. Его YouTube-аккаунт там. Смотри. Ой. А, тут чистая даже винда, он ее почистил. Компьютер рабочий. Свойства. И смотрим, какой там процессор стоит. i7-8700, восьмое поколение, ни хрена себе. 8 гиг оператива. Удваиваем 16 гиг оперативки. Да, одну планку мы достали. 16 гиг оперативки. Диспетчер устройств. Nvidia RTX 3060. Охренеть. Вот эта видеокарта, которая стоит в этом компе, RTX 3060 на 12 гигов, ее продают по 25-30 тысяч рублей за бушную видеокарту на Авито. Плюс, если посчитать процессор, блок питания и все остальное, я оцениваю этот компьютер смело в 45 тысяч рублей. Он по-любому за 45, вот так вот отлетится свистом. Поэтому добавляем в наш список 45 тысяч рублей. Это супер круто, что он вообще запустился. И вообще я в шоке от этого склада. Сейчас мы будем все считать, все цены на вот эти предметы, которые нам удалось извлечь из склада. Давай я тебе буду помогать. Я сейчас быстро сам, я не могу, когда мне показывают так. Просто я должен цифры видеть. Джимми! Блядь, димми! Ребят, раз лист. Второй лист. Третий лист. Четвертый лист. Четыре листа. Я просто в шоке, сколько мы денег на этом всем заработаем. 147 тысяч. Х2 окуп. Аааа, щит! Вы голоди. Чувствуете? Лава. Запах денег. 147 тысяч рублей. Мы с этого всего заработаем. Окупил я это, напоминаю, все за 70 тысяч. Я ощутил, я понял, что это по-любому там окуп будет. Теперь останется это все продать. Ну и бабосы чисто считать и откладывать, чтобы мне это все понимать. Все, короче, будем на авито продавать. Спасибо, что посмотрели этот видос. Надеюсь, он не был скучный. Для меня это первый жизненный топовейший опыт. Я надеюсь, хозяйка складов с нами выйдет на связь. И может, у нее есть еще какие-то склады заброшенные. И мы сможем их выкупить и посмотреть, что там будет лежать. Поэтому у меня уже башка не варит просто. Мы устали все. Мы с самого утра занимаемся. Это просто жизнь. У нас еще тут делов на всю ночь, чтобы это все перебрать. В общем, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк. Это было круто. Это офигенно было, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!